Книга «Открытым оком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 586. «Почему мы ныне не наблюдаем чудес?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такой вопрос задал ангелу Гидеон перед своим избранием. Чудеса окружают нас на каждом шагу, и днем, и ночью. Нужно смотреть на все открытым оком. Создатель постоянно приглашает нас. Откровение 6.3. «Иди и смотри». На зеленом лугу пасется черная корова, дает белое молоко, и получится желтое масло. Одна и та же травинка превратится в удивительный продукт молоко, содержит более 96 аминокислот, в копыта и рога, в шерсть и кожу, и в хорошую говядину. Чудо! В каждой клетке нашего организма ежесекундно идет вихреобразный обмен веществ, сложнейший, что не может произвести ни одно химическое предприятие. Чудо! Посмотрел, запечатлел, сфотографировал, глазом в память, за ненадобностью забыл, и через 30 лет всплыло в памяти. Чудо! 10 нервных клеток, которые едва можно рассмотреть в микроскоп, выполняют работу, которую может выполнить только электронная машина, величиной в трехэтажное здание. Чудо! В каждой клетке всех предметов, окружающих нас, и в нас самих, обнаружены атомы, у которых есть ядро и протоны, скорость которых, может, на одну сотую не достигает того, чтобы расщепить ядро. То есть, иначе сказать, всюду и везде заложена атомная бомба. Чудо! На чем крепится наша Земля? О каких китах бормочут заклинатели? Библия говорит, что Земля висит в пустоте и прямо называется шаром, хотя издали она видится как круг. И это все сказано за тысячи лет до открытий ученых. Книга Иова, 26, 7. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Притчей, 8, 31. «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими, Исайя, 40, 22. «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья». Третья ездра, 11, 32. «Эта голова устрашила всю землю, и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были». Возьмите слова из Акафиста Григория Петрова «Слава Богу за все!» «Благодарю тебя за промыслительные встречи с людьми!» «Или вы не испытывали никогда этого чуда?» «И я напрасно сотрясаю здесь воздух словами своими!» «Я христианин, и никогда не лгу, и то, что я расскажу, потрясет, потрясает всякое воображение!» «И Бог дал мне счастье увидеть в этом чудесную руку моего Творца!» «Когда я пребывал в глубоких размышлениях о том, как дать людям знания, заключенные в сокровищницах православных книг, и мыслью уже касался магнитофонов, в которых я ничего не смыслил, мой Бог с разных концов страны уже подбирал, поднимал и вел ко мне навстречу исполнителей моего замысла. Говоря это, я содрогаюсь и поднимаю глаза к небу со слезами. Псалтирь 8.5 «То, что есть человек, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его!» Псалтирь 143.3 «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание!» А в это время молодой человек Речкунов Леонид Ильич, старообрядец, слышит двух бабушек, разговаривающих обо мне. Обычно старообрядцы меня костерят, как говорится, и в хвост, и в гриву, но эти говорили с благорасположением, и сердце его возгорелось. Хочу встретиться с этим человеком. Я иду по улице Партизанской в городе Барнауле в сумерках. Он издали увидел меня, никогда не видев до этой встречи, и обращается к спутнице, идущей с ним в храм. «Баба Варя, к нам навстречу не Игнатий ли идет?» У Алеши было небольшое образование, но у него был дивный талант ко всем машинам и электронике. Со свалки он подбирал холодильники и прочую бытовую технику и ставил ее на ноги. «Нам нужна была самая современная техника, магнитофоны последнего выпуска. Таким оказался маяк-205. Три скорости и четыре дорожки. Стоимость 320 рублей. Мой оклад сторожа 72 рубля в месяц. Приезжаем в Академгородок Новосибирска». Продавщица говорит, «Были, но остались только поломанные. Их смотрел наш мастер, и они ремонту не подлежат. Мы их отсылаем на завод». Алеша просит показать один, с трудом поворачивает катушку и говорит, «Берем». Добрая продавщица умоляет не делать этого. «Он совершенно не рабочий», говорит она, «и цену сбавить мы не можем». «Еще есть?» Из-под прилавка достают восемь магнитофонов, готовых к отправке изготовителю. Тут же вызывают мастера, и он доказывает, что в местных условиях их дело не пустить. Их в дело не пустить. Алеша не реагирует на мои просьбы не брать. Я достаю деньги, рассчитываюсь, и мы их увозим. Страшный дождь, едва не погибнув в дороге. Прошло два дня, и все магнитофоны начали давать продукцию. Он тут же смонтировал доильные аппараты. Одной кнопкой срываются в работу десять магнитофонов, и ей уже останавливаются. Переписывают сразу на двух дорожках в одном направлении на скорости в четыре раза превышающей скорость записи оригинала. Чудо! Такого работника мне бы не найти никогда, если бы не мой бог. Притом работает всегда, и днем, и ночью, и бесплатно, годами. Четырнадцать лет я работаю над историческим материалом «Тайна беззакония в действии» или М1-М5 о масонстве, всемирном заговоре, о подготовке престола Антихриста. Материал закончен, подготовлены шумовые эффекты. Из фондов краевого радио и грамзаписей сумел достать голоса всех правителей и поэтов, а начитывать на пленку некому. И я стал открыто молиться, и к этому призвал других. И в эту же ночь вижу сон, что ко мне едут два человека, и один из них погибнет от рухнувшей скалы, а другой спасется и останется со мной. С нам верить нельзя, об этом я говорю всегда, но этот сон необычный, яркий, и я решаюсь рассказать его вслух. В то время, когда я его рассказывал, этот сон домашним, оказался, раздался стук в дверь. На пороге стояло два молодых человека. Один из них, Геннадий Михайлович Яковлев, в будущем иеромонах Григорий, убитый бесноватым кришнаитом 22 марта 2000 года, в городе Тури, Красноярского края. Позже он скажет, «Эти дни, когда мы начитывали эти материалы, и одновременно архипелаг ГУЛАГ, Александра Исаевича Солженицына, трагедия русской церкви, Ригельсона, и 20-й век христианства, были лучшими днями в моей жизни и прошли как один день. Мы и сегодня слышим его вдохновенный голос историка, бывшего комсомольского работника, двоюродного племянника, главного идеолога СССР, Суслова. Его приезд ко мне, согласие сотрудничать, его обращение в православие в моей комнате, крещение с троекратным полным погружением, «Разве это не чудо? Разве это не прозрение и воскрешение из мертвых?» Апостол Павел говорит к Евреям 11.32 «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о пророках». Так и я могу сказать о своей жизни, с кем у меня были воистину промыслительные встречи, и эти люди приняли самое деятельное участие в моей жизни. Аллилуйя! Авва Отче! Мы живем и плывем в реке чудес Божьей милости. Верните свою записку и просите у Бога прощения за свою слепоту.